Десять вечера, вы в курсе, где ваши дети? Десять вечера, вы в курсе, где ваши пушки? Разрушительное ранчо Перевод и озвучка Зёбры Привет с разрушительного ранчо, рад вас видеть Этот ролик сделан спецом для людей, далёких от оружия Сейчас открою секрет, известный всем любителям оружия Если хотите в наши ряды, он вам просто необходим Секрет такой Винтовка Блин Мосина Это русская винтовка Со скользящим затвором Выпускать её начали уже больше века назад Оружие очень старое Что в Мосинке классно Это её крепкость, выносливость, точность, надёжность Стреляет она этим огромным патроном 7,62х54Р Сравнивают его чаще всего с 308 Вот он у меня тут Вот 308 Был 308 Такс, 308, 7,62х54Р У обоих 30-й калибр Довольно похожий И внешне, и при стрельбе Но самое крутое в трёх линейках, помимо всего вышесказанного Это их цена Они дешёвые Копеечные Буквально сотня-две баксов И ты владелец Старой, списанной винтовки Мосина И вот в чём штука Если у тебя есть ствол возрастом 50 или 100 лет Ты Будешь хорошо с ним обращаться Ты не будешь Кидать его на камни в ручье Но Мосинка Она ж грошовая Почему бы не кинуть её на камни в ручье? Чего терять-то? Ну, как бы слово не воробей Короче, сегодня я хочу показать вам непомерную крутость винтовки Мосина И почему вам надо её купить Хоть для охоты Хоть для обороны дома Да хоть для развлечений Эти патрончики Пипец дешёвые Как и сам ствол Стреляем Тут стоит несъёмный магазин И в нём, кажись, 4 патрона А, 5 патронов Вам наверняка будет видно громадный фаербол из ствола винтовки Получается шикарная огненная вспышка Стрельну-ка подальше И... Сюды Обожаю её Если ищете пушку под большой патрон Да подешевше Вот это она Тут у меня небольшая лощина И при стрельбе по ней аж эхо ходит Винтовка очень мощная Трёхлинейки это, конечно, не снайперские винтовки Но известно, что они довольно-таки точные У меня тут силуэтная мишень Будем отходить назад и проверять, насколько я смогу отойти, прежде чем начну мазать С механическим прицелом Мосинки 23 метра Проблем возникнуть не должно Чётко Отходим ещё 46 метров Приличное расстояние для открытого-то прицела Два ушло, два вошло Что ж, двигаем ещё дальше 69 метров Вот теперь становится сложнее Нам нравится 91 метр Мишенька Что-то обмельчало вдалеке Не услышал звона Поглядел видео с камеры и, кажется, звон так и был Но я всё равно пойду и гляну, что там четыре попадания Раз Два Три И четыре Этот едва зацепил Ну, топаем ещё дальше 114 метров Походу, тут моя удача конец Блин, еле-еле торчит Сказала подружка Отходим ещё дальше 137 метров До сегодняшнего дня я ни разу не стрелял из Мосинки на такую дистанцию Так что даже интересно, что из этого выйдет Мишень теряется в траве Зрение у меня Не орлиное И на таком расстоянии оно подводит Я едва вижу, куда стрелять Надо было в оранжевый покрасить Кажись, я слышал звон Сейчас послушаю запись с камеры Я крайне доволен Каждое попадание было с первого раза Но некоторые могут и сомневаться И правильно, ведь я кучу всего вырезаю Ходьбу до мишени, например Так что, чтобы доказать вам, что это так и возможно Я пальну два раза подряд со 137 метров Дальше уже не пойду Не уверен, что попаду, потому что мишень дальше не видно Практически, это максимум для моих глаз Без оптики на винтовке Так что стреляю два раза Со 137 метров И вы посмотрите на два попадания подряд И кто-то начнет гундеть, мол, мишени не видно Она так далеко Ты просто вставляешь звук попадания Так что я зумируюсь на максимум На мишеньке Так что вы увидите оба попадания Прямо отсюда Вот так вот Все, что могу Вон мишень 137 метров Вот я Давайте попробуем Попасть два раза подряд И ветрено, блин Это и будет моим оправданием Если уши не врут Я попал Еще разок Не, что-то дернул спуск Не вышло два подряд Будет два из трех Блин, ветер Попал Получили? Вперед Мосинка, так ведь? Думаю, теперь понимаете Откуда у культа вокруг этой винтовки Растут уши Стоит копейки Но пушка хоть куда И точная На 137 метрах Два попадания из трех Даже три из четырех Если учесть первый выстрел В общем, два из трех Если считать подряд А промах был буквально на грамм И вина тут не винтовки Я знал, что дернулся Когда нажал на спуск А винтовка еще точнее Чем я показал Ей по силам дистанции побольше А мне нет Дальше уже не вижу Но цепляешь двух Четырех Или шестикратный прицел Дешевенький Глаза получают мощный апгрейд И Мосинка в деле Просто отличная пушка Если ищете пушку на кабана Или оленя Или для обороны дома А бюджет ограничен Чертовка трехлинеечка Попробуем-ка Поближе в бошку Трупик Хочу попробовать еще одну штуку Многим людям очень интересно Можно ли стрелять 308 Из Мосинки Калибра 7,62 на 54Р Что выйдет? Ну вот, уже заклинило Не выйдет Щас, щас, щас Дайте глянуть А, во, зашел Окей Патрон сел в патронник Затвор закрыт Возьму ее вот так 308-й стреляет Из винтовки Мосина Но поскольку закраина на нем нет Гильза не выбрасывается Придется выбивать Но уже хорошо 308-й стреляет из 7,62 на 54Р Если вы еще не купили Мосинку после просмотра этого моего ролика Что с вами не так? Каждому американцу надо взять по трех линейке Сколько раз надо повторять? Мосинка! Мой полуторалетний сынишка еще не купил себе Мосинку Что за... Надо с ним поговорить Спасибо за просмотр Спасибо за поддержку разрушительного ранчо Спасибо спонсору AR500Armor.com За помощь в том, что мы делаем И... Я купил 50-ку Придет через пару недель Пока не расскажу, что это Но скоро она придет И поэтому пятница 50-го калибра вернется с размахом Шлите предложение, во что будем стрелять Что вы хотите увидеть? Может, сколько яиц пробьет 50-й калибр? Или как ведет себя пуля 50-ки после попадания в что-то? Или что будет с тем-то, если стрельнуть по этому 50-кой? Для меня любая идея интересна Пустите их в комменты Может, ваш мы и используем Спасибо за просмотр И до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok